Здравствуйте, уважаемые ульяновцы и гости нашего региона. Жители Ульяновской области интересуются, как продвигается решение вопроса с достройкой домов для обманутых дольщиков. Что уже сделано в этом отношении и какова ситуация на данный момент? В соцсетях вновь появляются негативные высказывания о том, что региональная власть якобы забыла про обманутых дольщиков и их проблемы. Эта информация не соответствует действительности. Наоборот, появились очень хорошие новости. 12 декабря губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поздравил Новоселов дома номер 113 на улице Камышинской. Почти 30 семей получили долгожданное жилье. Сергей Морозов подчеркнул, что каждая долгожданная сдача проблемного дома прибавляет сил. Это значит, что мы совместными усилиями решаем вопрос с недостроями. В этом году мы уже сдали 6 домов. Что касается других хороших новостей для обманутых дольщиков. Еще больше ста семей в Дальнем Засвияжье получат ключи к Новому году. Впереди сдача еще одного объекта. Летом 2021 года будет сдан дом номер 35. В этом году на его достройку было выделено 20 миллионов рублей. На следующий еще 55 миллионов рублей. Каждую неделю Сергей Морозов бывает на проблемных объектах. Встречается со строительными издольщиками. Главное это постоянный контроль. Глава региона знает, что в Ульяновске еще есть не один проблемный дом, над которыми придется серьезно поработать. Как и обещал Сергей Морозов, строчка в бюджете на 2021 год защищенная. Будет направлено более 400 миллионов рублей на достройку проблемных домов в следующем году. В 2021 году в микрорайоне Юго-Западный возобновят строительные работы на домах номер 33 и номер 36 и завершат строительство дома номер 35. Также в 2021 году начнется достраивание дома номер 19 в микрорайоне Центральный и завершится работа на пяти объектах в микрорайоне Волжские кварталы. Кроме того, продолжается работа с Федеральным центром по домам-банкротам, чтобы как можно быстрее получить федеральное финансирование. В этом году принято решение о достройке объектов ООО «Птицефабрика Тагайская», ООО «Максима» и ООО «Селен» в Ульяновске, а также ООО «Техно по Волжи КО» дома номер 42Б и 42В по улице Строителей в Димитровграде. О том, что в бюджете региона заложено более 400 миллионов рублей на решение проблемы дольщиков, рассказал министр строительства и архитектуры региона Константин Олексич. Соответственно, по заволжью у нас предусмотрено с финансированием порядка 104 миллионов. Это достройка 19 дома. То есть это средства, которые позволят достроить дом полностью. Решение вопроса проблемных домов положительно сказывается и на достижении показателей национального проекта «Жилье и городская среда». Регион продолжает активно работать с Федеральным фондом защиты прав дольщиков по достройке домов застройщиков банкротов. Также напомню, что в регионе продолжает работать горячая линия для обманутых дольщиков. Ульяновцы, пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков, могут обратиться на нее по телефону 41 19 45 и 31 02 52. Итак, Ульяновская область продолжает помогать дольщикам, пострадавшим от действий застройщиков. Региональная власть и губернатор Сергей Морозов лично делают все возможное, чтобы участники долевого строительства как можно быстрее въехали в свои новые квартиры. Сомневаться в этом и распространять недостоверные слухи нет никакого повода. Уважаемые ульяновцы, не поддавайтесь на провокации, никогда не паникуйте и доверяйте только проверенным источникам информации.